ИН-4С, Черногория, угрожает ли России цветная революция? ИН-4С, Черногория 22 августа 2019 года Небеса, похоже, посылают все больше и больше испытаний путинской России, те стируют выстроенную Москвой в последние 20 лет систему власти на устойчивость к стремительно меняющейся обстановке, как в мире в целом, так и внутри страны. При этом важно отметить, что часть этих угроз и неприятностей действительно имеют значение и создают много шума в публичном поле. Начнем с того, что новое обострение торговой войны между США и Китаем должно было по идее оказаться выгодным для России. Ожидалось, что Штаты переключатся на Китай, а Пекин поднимет отношения с Москвой на новый уровень. Однако в реальности эта война обернулась неприятностями для России, потому как в первую неделю августа на мировых биржах цена на нефть марки Brent упала примерно на 4 доллара за баррель. Вообще говоря, начиная с мая этого года фиксируются общие снижения мировых ценной сырье и энергоносители, торговля которыми является для русских основным источником пополнения бюджета. Как недавно сказал российский министр экономического развития Максим Орешкин, ухудшение конъюнктуры мировых цен на энергоносители уже оказывает негативное влияние на динамику экономики, которая, по прогнозам МВФ, вырастет в ближайшие два года всего лишь на 1,1%. Снижение экспортной выручки, соответственно, сокращает доходную базу российского правительства. В таких условиях ему становится сложнее выполнять взятые на себя социальные обязательства перед российскими гражданами, а это естественным образом повышает уровень напряженности в обществе. Вдобавок в этом году Россия столкнулась с серьезными природными катаклизмами. На значительной части территории Сибири полыхают пожары, которые не удается потушить уже долгое время, в то время как в центральной части страны идут непрекращающиеся дожди, что неизбежно скажется на урожайности местных сельскохозяйственных областей. Не самый благоприятный фонд для президента Путина, который в настоящее время отмечает своеобразный 20-летний юбилей нахождения у власти. Самые массовые протесты за последние 8 лет помимо негативных экономических факторов и природных катаклизмов, головной болью для кремля на внутриполитической арене, и самой любимой темой мировых СМИ, становятся митинги и протестные акции, которые принимают заметные масштабы в Москве и некоторых других городах России. Так, в последние несколько недель каждые выходные в Москве проходят протесты, формальным поводом для которых стал недопуск ряда независимых кандидатов от оппозиции и к намеченным на 8 сентября этого года выборам в городской парламент, Московскую Думу. Юридическим поводом для снятия с регистрации независимых кандидатов стало признание недостоверными подписей, собранных ими для самого движения. В свою очередь, оппозиция утверждает, что кандидатуры блокированы намеренно ввиду того, что городские власти видят в независимых кандидатах серьезную угрозу. Акции, прошедшие в Москве 10 и 17 августа, стали самыми массовыми за последние 7-8 лет со времен оппозиционных выступлений на Болотной площади и проспекте Сахарова. По разным подсчетам эти митинги собрали по 50 тысяч участников. Формальных поводов для их проведения стало больше после ареста нескольких лидеров оппозиции, включая Алексея Навального. Проведение митингов было поддержано многими российскими популярными интернет-блогерами и музыкантами. Последние в лице известных рэп-исполнителей призвали свои миллионные аудитории подписчиков поддержать протест в Москве и других городах России против, как они сказали, жестких действий со стороны правоохранительной системы и властей в целом. Лозунги о полицейских репрессиях и самодержавной природе режима Путина можно было увидеть почти во всех либерально настроенных медиа. Ультраправые, ЛГБТ-активисты и бандировцы С одной стороны, выход подобного количества людей на улицы Москвы в период летних отпусков может считаться подтверждением существования активного развития гражданского общества в России. При этом сам факт того, что столь большое количество людей смогло выйти, по сути координируясь через интернет, без лидеров протеста, которые не особенно проявляли себя в роли народных трибунов, также сам по себе весьма показателен. Однако для более глубокого понимания акций протеста в Москве важны детали. Несмотря на всю массовость митингов, участников все равно было недостаточно для того, чтобы протесты получили общенародный характер. А граждане, которые принимали в них участие, не имели ни единых политических требований, ни общей идеологической платформы. В митингах совместно участвовали представители абсолютно противоположных общественных и идеологических течений, начиная от ЛГБТ-активистов и заканчивая радикальными молодежными националистическими организациями. Неоднородность протестной массы отразили и лозунги, которые выкрикивали демонстранты, «Требуем восстановить СССР», и рядом же вернем Крым. Местами субботние мероприятия и вовсе напоминали парад фриков и чудаков, а не выступления политической оппозиции. Симптоматичным оказалось и явное присутствие большого количества граждан Украины с национальными флагами и лозунгами смогли на Украине, получится и в России. Что бы произошло, если бы кто-то с российским флагом и противоположным по посолу лозунгам отправился митинговать в Киев или другой украинский город, спрашивать излишне? Шансы уцелеть были бы минимальны. Формальный повод для протестов забыли быстро характерно, что формальный повод, с которого начались акции протеста, отказ в регистрации независимых кандидатов на выборы Московскую Городскую Думу, позабыли уже на первой акции. Ни выдвигаемые требования, ни выступления рэперов со сцены митинга не относились к официальному поводу мероприятия, проведению выборов в Городскую Думу. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что законодательный орган Москвы призван заниматься определением объема строительства и качества дорожного покрытия в Москве, за стройкой жилых районов, больницами и прочими видами социальной инфраструктуры. Ни одного требования к улучшению ее качества в Москве не было выдвинуто на протестах. Полиция в России оказалась толерантнее, чем в Китае, Франции, США и Черногории. Тезис о чрезмерной жестокости российской полиции на первом несанкционированном митинге в наибольшей степени опровергают видеоролики на YouTube, которые были призваны доказать эту предполагаемую жестокость. Но в них и близко не увидеть того, что делают органы правопорядка в других странах. Более того, на видео видно, что российские полицейские ведут себя на несанкционированных митингах куда более сдержанно, чем их зарубежные коллеги при аналогичных обстоятельствах. Так, например, в ходе непрекращающихся все лето в Гонконге выступления против миграционного законодательства, навязываемого из континентального Китая, китайские полицейские без промедления используют слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Еще жестче, чем в Китае, действуют полицейские в странах так называемой западной демократии. Например, в ходе недавних выступлений желтых жилетов во Франции полицейские также применяли водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, шумовые гранаты и специальную технику в целях разгона протестующих. После действий полиции улицы французских городов напоминали поле битвы. Американские спецслужбы в период проведения акции от Чупа Уэлл Стрейд в 2011 году по приказу вышестоящего руководства вообще привлекли к разгону незаконной акции антиглобалистов конную полицию. Несмотря на то, что изначальные акции протеста в Москве не были санкционированы, а их проведение нарушало российское законодательство, к митингующим не применяли слезоточивый газ, резиновые пули, шумовые гранаты. Против них не использовали конную полицию или джипы Ими, к слову, разгоняли протестующих в Подгорице 24 октября 2015 года на согласованном митинге оппозиции. В тот вечер слезоточивый газ использовали даже в храме Воскресения Христова. Режим стабилен, но беспокойство сохраняется нынешние протесты, без сомнения, не приведут к изменению заданного руководством страны политического курса или к каким-либо уступкам митингующим. Между тем, подобные демонстрации народного недовольства могут вызывать серьезную обеспокоенность у лиц, принимающих самые важные решения в России. Ряд проведенных российским правительством непопулярных реформ, включая повышение пенсионного возраста, рост налогов, а также падение реального дохода населения создают благодатную почву для роста протестных настроений как в крупных городах России, так и в регионах. И эту протестную повестку стараются использовать самые разные оппозиционные силы внутри России, а может быть, и за ее пределами. В то же время, несмотря на короткий экономический кризис и сложности с экономическим ростом, фундаментальные позиции РФ более чем устойчивы. У России низкий внешний долг, а для доходности бюджета нет серьезных угроз, несмотря на падение цен на энергоносители. Фиксируется рост золотовалютных резервов, на 45% за последние четыре года. Последние прогнозы финансовых аналитиков показывают, что при сохранении подобных темпов роста резервов Россия в ближайшее время обгонит Саудовскую Аравию и станет четвертой в мире по соответствующему показателю. В России на текущий период собраны крупные средства на реализацию так называемых национальных проектов, которые должны будут повлечь за собой мультипликативный эффект от вложения государственных средств в развитие инфраструктуры. Если все это будет также устойчиво работать, даже несмотря на текущие вызовы и краткий экономический кризис, значительная часть российского населения не захочет рисковать и бросаться в пучину революционного преобразования той системы, которая за последние 20 лет привела страну к экономическому процветанию. А протесты, митинги, уличные акции и самопиар оппозиции, конечно, останутся непременным атрибутом любого демократически устроенного общества, включая российское во главе с Владимиром Путиным. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.